Многие после смены Медведева и Мишустина решили, что в стране хоть что-то теперь доизменится. Узбагуйтесь! Как воровали, так и будут воровать. Как обещали, так и будут обещать, а пропаганда как ворола, так и будет врать. Ну, а вы, вы будете ходить за новыми кредитами, даже Путин и тот с экранов никуда не исчезнет, в общем не изменится, ровно еще там ничего. В стране полная, ну как бы это выразиться, стабильность. Единственное изменение – это то, что запах жареного наконец-то дошел и до Кремля, ну еще бы, в стране в день по два-три и более протестов. Митинги, стачки, забастовки в Архангельской области на Шиесе, палаточные лагеря стоят, бунтует практически все республики – Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Коми. И ведь это только начало. Как говорит уважаемый наш президент, времени на раскачку больше нет, пора бы уже и когти рвать, но. Ведь хочется во власти еще хоть немного побыть, хоть несколько месяцев, а может быть уже еще и годик удастся протянуть. И потому Владимир Владимирович решил страну нашу переформатировать. Причем настолько, что по факту это уже никакая не реформа, а революция настоящая. За основу решили взять бесценный, по их мнению, опыт Назарбаева, что совсем недавно провернул подобную операцию «Ы» в Казахстане. Причем довольно-таки успешно. Хотя насколько успешной будет операция Путина, это покажет время, но в любом случае он остается в выигрыше, хоть на несколько месяцев, но все же сохранит свою власть. Итак, поехали! Итак, Путин начинает трансфер. Срочно. Он наконец-то понял, что ситуация в стране уже угрожающая для него лично. Но он до последнего надеялся создать союз России и Белоруссии и занять место лидера нового государства. Но Лукашенко покрутил пальцем у виска, пришлось срочно искать новый вариант. Естественно, народ нищает. Минимальная зарплата в этом году у нас уже ниже, чем на Украине, а продукты дороже, чем в Европе раза в полтора. В марл-городах вовсю по ночам грабят гастрономы, тащат мясо и колбасу. Такое даже в 90-х не везде-то было. А сейчас новая реальность постучалась в дверь. Все забитые лозунги про бандитизм ельцинской эпохи сейчас воспринимаются если не как вранье, то уже как юмор. А в спину уже не только дышат, но и толкают объединяющиеся силы оппозиции. Все от левых до правых, от антимилитаристов до военных. И потому принято решение идти по пути усиления госсовета и передачи ему полномочий, и при этом ликвидировать абсолютную президентскую республику. Ряд полномочий передается в парламент. Теперь роль президента будет сугубо декоративной. Вопрос преемника больше не стоит. Поставь кого угодно, хоть Жириновского, хоть Дворника Сурепенска, никакой разницы не будет. Теперь Кремль превращается в музей. Отныне госсовет наше все. Да, вроде бы у Назарбаева получилось крутануть лохотрон, но судить о результатах и у него пока еще рано. Ведь когда еще в начале 20 века временное правительство попыталось сделать то же самое, мы все знаем, к чему это привело. На чужих ошибках, похоже, никто в политике не учится. В 90-м году на те же самые грабли наступил и Горбачев. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. В течение всего 20-го года карманные политики и общественные деятели различного калибра сольются в экстазе и в едином порыве будут строчить бумаги для того, чтобы законодательно оформить правовое послание Путина. Будут вносить изменения в Конституцию. Вот только зачем? Пока ни черта не понятно. Если такие изменения будут происходить, я даже, если честно, не понимаю, в чем там надо вносить изменения. Потому что, еще раз говорю, Конституция имеет приоритет над международным правом. Да, но при этом нормы международного права имеют приоритет над федеральными законами. Если речь идет об этом, тогда зачем вообще подписывать международный договор? Понимаете, когда государство подписывает тот или иной международный договор, это либо двусторонний, либо многосторонний, она берет на себя определенные обязательства. Равно как и другие государства, с кем она заключает международный договор, также берут на себя соответствующие обязательства. Смысл тогда в таких международных договорах? Вы можете в любой момент его денонсировать. Пожалуйста, никто не против, денонсируйте и не участвуйте в этом международном договоре. Вы просто, вы тогда не сможете требовать исполнения данного международного договора со стороны другого государства. Если речь идет о том, чтобы России выйти, все-таки выйти с этой Европы, никто не препятствует государству это сделать и сейчас. Это суверенное право государства. Для чего это было предложено, я пока не понимаю. Я считаю, это просто пылевая завеса, просто для того, чтобы продлить власть конкретного человека в России на неопределенный срок. Парламент, который и сейчас напоминает питомник цепных псов, возьмут под особый контроль. Кнопкодалам на шеи наденут строгие шейники. Конституционный суд сможет определять легитимность и соответствие конституции всех законов, принятых в Госдумы, еще до их подписания президентом. А самих судей Конституционного и Верховного судов тоже загонят с тойла. Теперь их можно будет просто отрешать от должности решением главы государства. Все это не более чем узурпация власти, причем выстроенная под совершенно конкретного человека, и мы все прекрасно знаем под какого именно. Трансферт уже стартовал, точнее сейчас стартовала его видимая часть, но и до этого шли различные процессы подготовительного характера. Скорее всего, все должно было произойти чуток позже, возможно после думских выборов, а может быть и к концу очередного срока Путина, в общем, тянули до последнего, на точке невозврата пройдено. Даже послание Федеральному собранию, которое обычно проходит в России в конце февраля-начале марта, сейчас перенесли на середину января, сразу после новогодних каникул. Буквально на первый день деловой активности не успели еще чиновники переодеться после отдыха в Европе и Америке, а тут нати срочно в администрации, в залы и к экранам. Конституционные изменения, которые анонсированы Путиным и которые будут введены то ли на референдуме, то ли в результате опроса, что планируется провести чуть ли не через соцсети, требуют своего оформления до сентября. Так как по закону референдум на эту тему, ну или его производные, нельзя проводить позднее, чем за год до истечения срока полномочий действующей думы, а это как раз сентябрь. В принципе, все изменения в конституцию можно было провернуть и через Госдуму, где у ядра есть конституционное большинство. Но Путин решил окончательно дистанцироваться от партии власти и потому задумал провести референдум, ну или опрос, как его производные. Кстати, косно это свидетельствует о том, что после трансферта Единую Россию могут вообще пустить под нож. Народ любит хлеб и зрелищ, но если с первыми у нас в стране сейчас большие проблемы, то у второго вполне предостаточно. И в случае, если со стороны общества будет запрос крови правящего сословия, то ее, то есть кровь, скорее всего, и предоставят. И даже с избытком. Просто партию власти, как они сами себя называют, обвинят во всех бедах россиян. А что? Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ну или если простым русским языком, то отработанные резинотехнические изделия не штопают, их просто выкидывают. Но однако эта участь не постигнет главу партии Дмитрия Медведева. Делается все так, по принципу такого компота. Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. Продукт получается достаточно добротный. Этот товарищ уж больно преданный и верный, и его переводят заместителем главы госсовета, ну или совета безопасности, как хотите. Так что после проведения реформы власти, но это в том случае, если он и, конечно, пройдет успешно, всеми нами любимый он вам не Димон останется вторым лицом в государстве. В общем, смысл заявленного сценария трансферта вполне поразрачен. По аналогии с реформами, совсем недавно проведенными Назарбаевым, будут пересмотрены полномочия госсовета. Центр реальной власти будет перенесен именно сюда. Сам госсовет превратится из совещательного органа в руководящий. Остальные же ветви власти сталкиваются между собой в жестком противостоянии, где каждый будет тянуть одеяло на себя и, естественно, возникнет необходимость в арбитре. То есть в решале. В решале, который будет разруливать все эти конфликты. Кто выступит в роли решала, ну это ж как вы даже сами понимаете, неловко спрашивать. Все это выглядит, конечно, очень и очень красиво и даже гарантирует нашему гаранту беспроблемное существование в рамках властной вертикали. Но это только в одном случае, если, как я уже сказал, все эти реформы пройдут без сучка и задоринки. А вот тут могут возникнуть очень и очень большие проблемы. Дело в том, что заявленные изменения полностью разбалансируют и без того держащуюся на честном слое систему управления нашей страны. Создание новых балансов потребует времени и совершенно не факт, что они будут созданы. Проще говоря, Путин исключительно с целью удержать власть в своих руках полностью до основания демонтирует прежнюю модель управления и будет пытаться выстроить новую. Но и стоит учесть, что такие столь глубокие реформы у органов власти могут быть успешно реализованы даже в условиях глубокого экономического кризиса. Конечно, это приведет к волнению внутри страны. Возможно, даже кровь прольется, как в 1993 году. Продолжение следует... Ну, страна-то устоит. А в условиях очевидного глубокого политического кризиса, который сейчас мы наблюдаем в России, не обладая сколь-либо значимой легитимностью, то есть не имея мандата народа на проведение таких реформ, фактически это сценарий февраля 2017 года. При этом на внешнем фронте Россия ведет войну, как и тогда. Сегодня эта война, конечно, выглядит иначе, но ресурс она сжирает ничуть не меньше, чем в 2017. Возникает резонный вопрос о прекращении этой войны, ну или, по крайней мере, о перемирии. И потому, скорее всего, юбилей Победы будет использован, чтобы замириться на время с Западом. В этом случае визит Макрона и Трампа в России становится для Кремля приоритетными. А вот с Германией отношения начинают резко осложняться. Меркель попала в крайне неприятную ситуацию с Северным потоком-2, по которому теперь она должна будет давать отчет своей европейской элите как о своем очевидном провале. И потому, каковы будут условия сего перемирия, сказать пока сложно. Но то, что Путин будет вынужден пойти на очень серьезные уступки, просто для того, чтобы развязать руки внутри страны, себе же самому, это уже очевидно. Скорее всего, будут свернуты военные операции в Сирии и прекратится военная помощь Донбассу. Он, то бишь Донбасс, скорее всего, станет разменной монетой. Интересы людей не в счет. Главное – удержаться во власти. Главные два вопроса любой революции – это то, за чей счет банкет, и кто станет главным ударным отрядом, проводящим революционные изменения. За счет населения провести трансфер власти будет практически невозможно. Оно, то есть население, и без того в условиях падения цен на нефть, стало новой нефтью для правительства и сейчас высосывало нас почти что досоха. Новые поборы станут дестабилизирующим фактором, который в такой ситуации совершенно им не нужен. Тем не менее, кого именно будут раскулачивать и грабить, и за чей счет будут проводиться революционные преобразования – проблема архиважная. Мы все рады послушать Путина. Очень рады. Это получается как бы неожиданно. Мы приветствуем Владимира Владимировича и слушаем в нематер. Второй момент касается передового отряда, которым Путин воспользуется для продвижения своего трансферта. Дело в том, что в нулевые годы во власть мутным потоком хлынули региональные силовики, а также срочно сменившие тренинги Олимпийки, Адидас на пиджаки, галстуки различных руководителей региональных преступных сообществ. Именно на них и была сделана ставка в отстранении от власти и собственности бывших комсомольцев. И то, кого сейчас будут десантировать во власть, чтобы заменить бывших силовиков и преступных авторитетов, это вопрос не менее сложный и, кстати, не менее важный. Самый простой способ объявить лозунг МАУ «Огонь по штабам» и зачистить нынешнюю номенклатуру спущенными с поводка маргинальными бандами. Но пока эта история выглядит весьма сомнительной. Пока нет даже намека на структуру управления такими бандами. А вот с самими маргиналами как раз-таки проблем нет. Стараниями режима полстраны находятся в состоянии кромешной безнадеги. Одна из таких банд – это осознанное для удержания в узде активных патриотических сил, ну или, как его называют политологи ядерного электората, национально-освободительное движение, сокращенно НОДД. Возглавляемый учредителем и членом «Единой России» Евгением Федором незарегистрированное политическое движение неоднократно меняло свою риторику. То они выступали против Силуанова и называли его национал-предателем, да что уж там предателем сразу, иностранным агентом. Но стоило Путину подписать указ о назначении Силуанова первым вице-премьером, как тотчас же риторика Федорова менялась. И иностранный предатель вдруг стал патриотом. А все, кто продолжает бороться с ним, превращаются автоматически в пятую колонну. То же самое было и с пенсионной реформой, да много еще с чем. Вот они все и пойдут дружным строем под песни рубить тот сук, на котором сами сидят. Причем вот таким образом. А потом в случае успешной реализации реформ Путина им напомнят, что отработанные резинотехнические изделия не штопают, их просто выкидывают. Итак, подытожим. В России начался трансфер власти. Все, зергут, поехали. Но вот только один вопрос остается. Что же делать с теми самыми силовиками и бандитами, что власть нулевых захватили? Как я понимаю, сценарий этот предполагает, что всех их отстранят от кормушки, выкинут на свалку истории и вообще спустят на них всех собак. А позволят ли они сделать это с собой сами? Конечно же, будут они стоять до последнего. Я говорю не о тех штатных силовиках, контролируемых властью, а так называемых БС, то есть бывших сотрудниках, что сейчас возглавляют министерства и ведомства различного калибра. А ресурсы, причем и финансовые, и людские, аппаратные. И тем более информационные у них есть. Причем есть они у них не только в достатке, но и местами даже и в избытке. А еще не совсем понятно, учлили кремлевские теневые кардиналы, когда готовили план трансферта, что Россия куда больше Казахстана по площади, что ее политическая система намного и намного сложнее. И вообще Россия это федеративное государство. Здесь у нас каждая республика имеет свою конституцию и вообще с точки зрения мирового права. Каждая республика это самостийное государство, связанное со всеми остальными только лишь федеративными договорами. И да, еще Казахстан, в отличие от России, не ведет никаких войн. А война, хоть как ты ее не назови, высасывает из страны очень и очень много ресурсов. И пока Путин не договорился о перемирии, так договорится ли он вообще? Непонятно. Короче, ребят, застой закончился. Впереди времена хоть и мутные, опасные, но безумно интересные. Главное, когда и чем все это закончится, никто не знает. Увидимся через неделю, может быть. Пока мы в разлуке, звоните в редакцию, не забывайте. Пишите письма, тоже пишите до тех пор, пока вы рядом, наши зрители. Наша программа будет жить. И еще, для тех, у кого есть темы, заслуживающие внимания. Для тех, кто хочет, чтобы мы приехали в ваш город и разнесли в пух и прах ваших коррупционеров. Как мы это, кстати, сделали уже много где. Звоните мне по личному телефону 8-922-292-58-54. Звоните мне по личному телефону 8-922-54.